Всем привет! Техника для уборки квартиры давно и прочно входит в нашу повседневную жизнь. Производители на перегонке стараются добавлять в такие приборы все новые и новые функции и возможности, при этом стараясь снижать их габариты и упрощать их использование. Еще 10-15 лет назад роботы-пылесосы казались очень дорогой и непрактичной сказкой, а сегодня любой может подобрать себе модель, подходящую по характеристикам, размеру и даже цвету. И в этом видео я подготовил для вас топ из 10 лучших роботов-пылесосов с Алиэкспресс. И наш топ открывает отличный робот-пылесос iLife V7S Plus. iLife V7S Plus минималистичная модель в традиционной для подобных аппаратов форме в виде круглой таблетки с диаметром 34 см и высотой 8,5 см. Пластиковый корпус с верхним глянцевым покрытием, приятна пудра розового цвета, на котором не видно пыли и следов пальцев, и боковыми белыми вставками особенно понравится пользователям. По бокам корпуса расположен мягкий бампер, который пружинит при столкновении с предметами мебели для минимализации и повреждения аппарата. Резервуар для воды и контейнеры для мусора находится в верхней части прибора. Там же расположена сенсорная кнопка включения автоматического режима уборки. А вот кнопка полного выключения аппарата механическая и расположена на дне, чтобы предотвратить случайный запуск пылесоса домашними животными или детьми. Док-станция выполнена из черного пластика, устойчива к повреждениям, имеет небольшой размер и покатые формы. Блок питания имеет компактные размеры и может подключаться не только к док-станции, но и непосредственно к пылесосу. Отзывы у iLife просто впечатляют. На 16 тысяч заказов и 7 тысяч отзывов пылесос набирает 4,9 звезд из 5 возможных. В отзывах все просто в восторге от него, а также отмечают скорость доставки и компетентность продавца. А девятое место забирает Eber X6. Поставляется робот в большой транспортировочной картонной коробке с удобной ручкой для переноски, на которой схематично нанесено изображение устройства по аналогии с Xiaomi Mi Roborock и другими китайскими роботами. Внутри находится еще одна упаковочная коробка, где располагается сам робот-пылесос и комплектующие. Комплектация достаточно богатая. Присутствует два контейнера для сухой и влажной уборки, две пары боковых кисточек, док-станция для зарядки, блок питания с кабелем, дополнительный HEPA-фильтр, две тряпки, пульт дистанционного управления и непосредственно сам робот-пылесос. Кстати, на Алиэкспресс продаются оригинальные комплектующие и расходники, так что проблем с этим вы точно не испытаете. Первый контейнер для сухой уборки имеет встроенный моторный блок, который и будет непосредственно осуществлять всасывание воздуха. Сверху контейнер имеет крышку, под которой находится отсек с HEPA-фильтром. Резервуар для сбора пыли на 600 мл защищен небольшим обратным клапаном, который не позволяет мусору высыпаться. По заявлению производителя, максимальная сила всасывания составляет 3000 паскаль, что на 800 паскаль больше, чем у Xiaomi Mi Roborock. Второй резервуар для влажной уборки имеет емкость для воды объемом 360 мл, и при его подключении к пылесосу всасывание пыли осуществляться не будет. При этом турбощетка пылесоса и боковые кисточки при движении продолжают работать и закидывать мусор в отсек, отдельный от резервуара для воды. Вместо всасывающего элемента в этот контейнер встроена помпа, дозирующая подачу воды. Резервуара для воды хватит на 150-180 квадратных метров помещения. Что же по поводу приложения? Несмотря на наличие камеры, робот рисует карту в большой степени по мере движения, тогда как другие пылесосы практически сразу же сканируют пространство и, начиная с первой уборки, имеют полное представление о убираемом помещении. Однако радует, что Эбир сохраняет карту помещения и все последующие уборки ориентируются на неё. Восьмое место забирает iLife V55 Pro. Упакован пылесос добротно в две транспортировочные коробки. Первая выполнена из плотного грубого картона, та, что под ней сделана из крепкого и презентабельного на вид картона цветной полиграфии. Коробка эта достаточно информативна, на ней вы увидите изображение устройства и основные технические характеристики. В комплекте всё, что нужно для работы и запуска устройства прямо из коробки, вплоть до батареек для пульта и виртуальной стены. Пылесос имеет классический круглый корпус, который блестит, потому что имеет глянцевую поверхность чёрного цвета с блестящим кантиком по центру. Кантик этот не металлический. Он выделяет зону крышки, под которой разместился контейнер для мусора. Он выполнен из тёмного прозрачного пластика и имеет ручку для переноски. Пылесос имеет компактные габариты, диаметр 35 см, высота 9 см. Несмотря на то, что в своём корпусе он умещает два контейнера суммарной ёмкостью 480 мл. Основание док-станции оснащено резиновыми ножками, которые обеспечивают надёжное сцепление док-станции с поверхностью пола в момент, когда в неё заезжает робот. Процесс правильной установки устройства подтверждается пылесосом, который издаёт звуковой сигнал. В общем, оценки у пылесоса отличные. Уверенные 4,9 звёзд из 5 возможных. Седьмое место забирает Nitzver X500. Робот-пылесос изготовлен из качественного ABS-пластика тёмно-серого цвета. Дизайн отличается сдержанностью и элегантностью. Форма корпуса X500 традиционно круглая при обзоре сверху. Кроме этого, устройство имеет компактные габаритные размеры, в том числе малую высоту корпуса всего 75 мм, что позволяет ему свободно заезжать под большую часть мебели. На внешней панели мы видим логотип компании-производителя Nitzver, кнопка Pause the Start и индикатор подключения к Wi-Fi. При обзоре боковой части робота X500 расположен защитный бампер с инфракрасными датчиками против столкновения с препятствиями, выпускные отверстия, кнопка включения-выключения и гнездо для подключения адаптера питания. Сбоку также выдвигается пылесборник, заменяемый на бак для влажной протирки пола. На днище робота-пылесоса имеется два прорезиненных ведущих колеса. Переднее поворотное колесо, основная щётка, пара боковых щёток, оттёк аккумулятора, зарядные клеммы и датчики против падения. Аппарат осуществляет очистку поверхности двумя удлинёнными боковыми щётками с тремя кисточками, а также центральный сдвоенный V-образной щёткой. Собранный мусор направляется по всасывающему каналу напрямую в пылесборник с фильтрами. Робот отличается высокой всасывающей мощностью благодаря установленному бесщеточному мотору. Шестую позицию забирает iLife A9S. iLife A9S от китайского производителя уже успела порадовать покупателей во всём мире. Робот-пылесос имеет привлекательный и стильный внешний вид. Небольшие габариты, обновлённый продвинутый функционал при относительно небольшой цене. Аппарат предназначен для очистки всех типов напольного покрытия, включая ковры и ковролин. Тип уборки сухая и влажная. iLife A9S производит отличное впечатление. Робот изготовлен из глянцевого пластика и покрыт алюминиевым сплавом. Качество его сборки очень впечатляет. Форма корпуса традиционно круглая, основные цвета чёрный и серый. Элементы на лицевой панели выполнены в серебристом цвете и красиво переливаются на свету. Здесь можно увидеть встроенную камеру, благодаря которой аппарат способен ориентироваться в пространстве и строить карту помещения. Сбоку робота-пылесоса расположен защитный бампер, выпускные отверстия, а также сбоку выдвигается пылесборник, бак для воды. Главной отличительной особенностью модели A9S является продвинутый навигационный модуль PenoWive, включающий в себя гироскоп, камеру и ряд процессоров, которые отвечают за построение карты помещения. Новейшая технология позволяет роботу-пылесосу производить панорамный обзор окружающего пространства и выстраивать оптимальный маршрут передвижения. В отличие от других роботов, которые выполняют свои функции в произвольном режиме, у iLife A9S подход к уборке систематический, что позволяет повысить эффективность работы, избегая пропусков и повторной очистки зон. Кроме того, робот оснащен привычными датчиками препятствий, предотвращающими столкновения с мебелью и другими предметами интерьера. А вторую половину топа открывает ProScenic 820P. Робот-пылесос ProScenic 820P поставляется в двойной картонной коробке, одна из которых транспортировочная. Вторая коробка глянцевая, на которой присутствует наименование моделей и основные спецификации устройства. Стоит отметить, что в комплекте присутствует как турбо-щетки для очистки гладких поверхностей, так и простая насадка, которая предназначена для очистки ковров. Много рассказывать про этот пылесос не буду, у нас на канале есть полный обзор на него, ссылку на который я оставлю в описании к этому видео. Ну и скажу, что главным плюсом этого пылесоса становится его отличная цена и возможность выбрать комплектацию. По отзывам у него, кстати, также все отлично. Уверенные 4,8 звезд из 5 возможных. Четвертое место забирает Xiaomi Mi Robot Vacuum. Mi Robot Vacuum предназначен для сухой уборки помещения площадью до 250 метров квадратных. Системы щеток и встроенный насос позволяют устройству быстро и качественно подметать пол и всасывать имеющуюся пыль. Устройство обладает встроенными датчиками и системой искусственного интеллекта, благодаря которым оно запросто справляется со своими задачами без участия человека. Xiaomi Mi Robot Vacuum поставляется в объемной картонной коробке, которая напоминает средних размеров чемодан. Устройство надежно закреплено на поддоне из пенопласта, а сверху защищено такой же крышкой. Xiaomi Mi Robot Vacuum представляет из себя большую белую шайбу на колесиках. Его высота составляет 10 сантиметров, диаметр 35 сантиметров. Корпус выполнен из качественного, стойкого к царапинам и ударам пластика. На верхней поверхности устройства есть двойная кнопка и небольшое круглое возвышение. В нем находится лазерный дальномер, который сканирует окружающую обстановку для построения карты помещения. По бокам расположены два датчика, которые определяют расстояние до стен. В задней части пылесоса находятся две металлические полоски, необходимых для контакта с зарядным устройством. Верхняя крышка скрывает под собой контейнер для сбора мусора и пыли. Он выполнен из прозрачного пластика, что позволяет легко определить степень его заполненности. Крепится емкость на удобной защёлке, извлекается одной рукой за секунду. Приложение Mi Home самостоятельно скачает и установит специальный программный модуль, необходимый для управления пылесосом, а также обновит его прошивку. После окончания этих действий вы получите возможность управления всеми функциями Xiaomi Mi Robot Vacuum прямо со своего смартфона. Бронзу нашего топа забирает Electrolux C30B. Дизайн C30B очень лаконичен, на верхней крышке нет ничего лишнего, кроме надписи с наименованием производителя, а также небольшой панель управления с основной кнопкой управления и несколькими индикаторами состояния. Выглядит робот-пылесос довольно утонченно и элеганто, а всё благодаря тонкому корпусу, высота всего лишь 7,5 см. Робот-пылесос Electrolux C30B осуществляет уборку двумя боковыми щёточками, а также центральной турбощёткой, двойная V-образная, направляющими мусор через сасывающее отверстие внутрь пылесборника. Такая конструкция основной щётки позволит тщательно вычистить ковровые покрытия с невысоким ворсом от скопления грязи, песка и пыли. Также Electrolux укомплектован отдельным баком для воды, который можно установить вместо контейнера для твёрдого мусора. В баке для воды предусмотрена система автоматической подачи жидкости на очищающую салфетку. Управлять работой робота-пылесоса можно вручную с пульта дистанционного управления либо посредством мобильного приложения на смартфоне через Wi-Fi. В приложении, помимо выбора режима работы, можно настроить расписание уборки и указать необходимую территорию очистки. Это возможно благодаря системе навигации с построением двухмерной карты помещения. Кстати, на этот робот-пылесос у меня на канале есть полноценный видеообзор. Ссылка будет в описании. Серебро забирает Xiaomi Mi Roborock S50. Основной режим работы устройства – автоматическая сухая уборка. Достаточно один раз нажать крупную клавишу включения, либо выбрать задание в фирменном приложении. Перед тем, как начать, аппарат сканирует пространство и составляет карту помещения, после чего разбивает его на зоны. Занимает этот этап буквально несколько секунд, в течение которых пересос осматривается при помощи набора продвинутых датчиков. Система Laser Distance Sensor способна просканировать окружение со скоростью 1800 градусов в секунду. Затем гаджет приступает к последовательной обработке каждой из зон. Сначала объезжает по периметру, а потом переходит к отстающемуся пространству, перемещаясь зигзагами. Благодаря проработанным алгоритмам аппарат не делает пропусков, что обеспечивает качественную очистку помещения. Более того, если помещение небольшое и продолжительность уборки составляет менее 10 минут, то процедура по умолчанию выполняется дважды. Система сбора предварительных данных и их обработки получила обозначение SLAM. А если вдруг пылесос столкнется с какой-то проблемой, которая помешает продолжить уборку в штатном режиме, то он остановится и будет дожидаться вмешательства со стороны человека. Из золота нашего топа с уверенностью получает Roborock S5 Max. В 2019 году в Берлине компания Roborock представила новый робот-пылесос третьего поколения S5 Max, являющийся обновленной предыдущей модели S5, которая тоже появилась на рынке несколько лет назад. Робот-пылесос оснащен отдельным баком для воды, а также функцией контроля и регулирования расхода жидкости во время протирки поверхностей пола через мобильное приложение. Аппарат предназначен для сухой и усовершенствованной влажной уборки и подходит для использования на гладких полах с покрытием из мрамора, плитки, линолеума, дерева, ламината, а также на ковровых покрытиях с небольшим ворсом. Важным преимуществом новой модели является возможность установки запретных зон при влажной протирке пола и соответствующая защита ковров от попадания влаги. Дизайн робота-пылесоса практически дублирует модель S6. Разница только в том, что на корпусе вместо трех кнопок теперь находятся две. Корпус выполнен из пластика в черном цвете, поверхность матовая. Данное решение благоприятно сказалось на маркости изделия. Теперь на нем не так видны отпечатки пальцев и разводы. Робот осуществляет сухую очистку пола с помощью силиконовой боковой щетки и центральной щетки с разборной конструкцией. Через всасывающий канал собранный мусор попадает внутрь пылесборника, емкость которого также увеличена по сравнению с предшествующей моделью. Пылесборник оборудован HEPA-фильтром класса Е11, который можно мыть под водой, но обязательно необходимо просушивать перед повторным использованием. Что касается влажной уборки, то в комплекте к роботу-пылесосу Xiaomi S5 Max предусмотрен отдельный резервуар для воды с электронным регулированием подачи воды на тряпочку. Контролированием объема жидкости и блокировкой поступления жидкости при остановке. Новый робот-пылесос гораздо лучше адаптирован для влажной протерки пола. Резервуар для воды стал объемнее, появилась функция зона без швабры, которая позволит ограничивать заезд Xiaomi Roborock S5 Max в выбранные места. К примеру, на ковровые покрытия. Как только будет снята насадка с салфеткой, запретные зоны исчезнут автоматически. По оценкам у робота все отлично. 4,9 звезд из 5 возможных, а в отзывах все просто в восторге от покупки. Ну а ссылки на все роботы-пылесосы я оставлю в описании к этому видео. Вы же в свою очередь обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте лайк. Всем удачи! Еще услышимся!